Жевательная резинка, у которой 23 сентября день на рождение, это целая эпопея позитивных жевательных эмоций. Но, конечно же, когда мы говорим о жвачке, мы вспоминаем ловосы. Ирина ловый совет. Для нее сладкие жвачки судьбоносные. Девушка хотела всего лишь купить подарок, но после предложения абсолютно бесплатно угоститься раритетными жевательными резинками, осталось работать в магазине и жевать ловосы. Можно собрать коллекцию из этих фантиков. У них ничего не поменялось, ни свежее, ни детство. Можно окунуться в историю, в свое прошлое, вспомнить, как оно было тогда классно с этими жвачками. Врачи до сих пор не пришли к единому мнению – жевательная резинка – это хорошо или плохо. Одно известно точно – жевать стоит не больше пяти минут. Иначе сей процесс может привести к выделению в пустой желудок желудочного сока, что способствует развитию язвы и гастрита. А вот психологи говорят, что акт жевания резинки может стать одним из способов защиты организма от стресса. Но сам процесс пережевывания – пустое действие. Это похоже на мастурбационный процесс, где не достигается результата, не достигается никакого пустое оральное удовольствие. Если ребенок маниакально жует жвачку, акцентирует психолог, это может быть симптомом психического расстройства. Жевательная резинка – это еще и один из элементов свирта. Жевательная резинка – это еще и орудие хулигана. С ее помощью можно залепить замочную скважину. Преподаватель будет очень долго открывать дверь, и в конечном итоге у него это не получится. А значит, урок сорван. Использовать только в случае крайней необходимости, когда не готовы все. С помощью все той же жвачки вы можете скрыть все следы преступлений. Например, закрыв ею камеру видеонаблюдения. В таком случае о ваших проделках никто никогда не узнает. Несмотря на все негативные качества жевательной резинки, у нее есть одно абсолютное волшебное свойство – возвращать нас в детство. Анастасия Большедворова, Виталий Прус, Думская ТВ.